Привет, семья, еще раз. Все тоже 28 июня 2021 года. А мы не евши, не спавши, уставши, но пожалейте вы нас. Я к себе на вы и к вам с уважением. Видите как? Семья. Вот район улицы Транспортная, да? Улица Водораздельная есть такая. Вот мой товарищ решил и построил три дома. Три дома в стиле хай-тек. Каждый из домов по 250 квадратных метров. По 4 сотки земли под каждым домом. Все коммуникации центральные, никаких доплат не надо делать. За газ, за свет 15 киловатт на каждый дом. За все остальное все заплачено. Мы проехали двое автоматических ворот, чтобы попасть в этот, так сказать, коттеджный поселок. И что вы думаете? Вот дома в стадии завершения. Я ему говорю, когда ты достроишь, набери мне, я подъеду с оператором, с хорошим звуком, со светом, поснимаю дома. Они будут в черновом варианте, но придомовая территория сделана. То есть там у нас, соответственно, бассейн, там у нас растут тучки, там подсветочка, там все будет сделано. Вот в этом вот крайнем доме через месяц уже все будет сделано. Он говорит мне, когда ты соберешься снимать с оператором, я уже все продам. Стоимость домов ни много ни мало. Они видовые, с видом на море, на горе, красивый вид. Стоимость домов ни много ни мало, 50 миллионов рублей. По меркам Сочи это нормальная цена. Потому что у меня на продаже есть дома, и по 55-70 миллионов, и они не видовые. И соток земли там не больше, и квадратов там не больше. А он уже продал этот дом, представляете? То есть я сейчас подъехал, он мне говорит, на этот можешь дом ты не смотреть, потому что я его уже продал. Ребят, ну когда я доеду с оператором сюда? Я сказал все равно, если ты не продашь за месяц, я доеду. А если продашь, ну значит, как бы, дорогой мой, не судьба. Поэтому сейчас я переверну телефон и зайду в дом, просто поснимаю вам. Вид покажу двор. Там сейчас строители работают, все шумит, болгарка вовсю там. Но нам же это не помеха, мы же с вами в онлайне, как в доме 2, понимаете? Мы все снимаем с вами в онлайне. Поэтому усаживаемся на диванчик поудобней. Пятиминутный обзор от Димы в лайтовом режиме. Все, погнали. А, кстати, отсюда, ну вот такой вид отсюда, да? Здесь мы видим горы. Мы бы и море увидели, если бы не вот это дерево. Так, ну пойдемте, давайте потихонечку прогуляемся с вами. На этот дом мы не смотрим. Он самый незаконченный по строительству, но он уже продан. Вот, кстати, там и одни из автоматических ворот. Вот этот быстрее всего будет дойдем. Он мне сказал через месяц. Но когда мне человек, который строит дом, говорит через месяц, для меня это значит через два. Вот газовую трубу видите? Видите? Еще раз, за газ, за все уже оплатили. Припарковаться можно, конечно же, и здесь без проблем. Без проблем для гостей. Но парковка на две машины у вас здесь стабильно обеспечена. На две машины. Здесь привезли, видите, туечки. Там наверху посадят. Здесь будет подсветочка красивая. Через месяц я приеду поснимаю. Это техническое помещение, ребята. Сюда у нас выходит оборудование. Канализационная труба. И это, соответственно, от бассейна. Здесь будет стоять для бассейна оборудование. Фильтрация, подогрев проточный. Но здесь еще много чего. Можно поставить и велосипеды, и покрышки от машины. Все, что угодно. То есть, в принципе, достаточно неплохая такая техническая ниша а-ля кладовочка. Поэтому пойдемте, я вам покажу все равно, как выглядит дом. Парни у вас все кладут плитку. Я переступлю эту, понял? Да, да, это в курсе. Все. Вот у нас бассейн. Он метр пятьдесят пять глубина. Он у нас три на четыре. В принципе, для деток самое то. Ну и взрослым побултыхаться нормально. Здесь будет фонтанчик сделан такой красивый. Все будет в подсветочке здесь. Красивая подсветочка. Однозначно обеспечена. Здесь туечки, пожалуйста. Ну, там не будем. Там небольшой. Вот эта земелька тоже ваша, соответственно. Здесь подсветочка керамогранит. Ребята делают все, в принципе, очень качественно. Я знаю их прошлый объект, который они строили, поэтому... Там тоже есть небольшая, как бы... Давайте пойдем, покажу. Тоже немножко земельки, ну и за домом. Я еще поднимусь, сейчас покажу. Тоже здесь подсветочка. Смотрите, дом свободной планировки, ребята. Поэтому стены, ребята, по своему проекту возвели из блоков. Но это без проблем. За пять секунд все убирается и делается, как вы хотите. Я там до себя увидел, где бы я что переделал немножко. Я бы немножечко сделал все-таки кое-что по-другому. И сейчас я вам расскажу, что. Ну, все понятно. Здесь вошли, да, однозначно. Понятно. Здесь небольшая прихожая. Здесь у нас как бы будет, во-первых, подлесечное пространство. Это подлесечное пространство. Видите, его заложили. Здесь однозначно будет висеть, я так думаю, мы поговорили, газовый котел. И здесь бы я все равно поставил бы, извиняюсь за подробности, унитаз с раковиной. Однозначно. Потому что как бы небольшой санузел на первом этаже есть. Вот. Значит, что у нас здесь? Здесь кухня-гостиная. Кухня-гостиная с панорамным, короче, окном на бассейн, туда на огород. Потом попозже вам покажу более подробно. Пойдемте на второй этаж. При выходе еще покажу вам. Сейчас строители заняты немножко. Молодцы, что везде, конечно, обязательно на лестницах окна, смотрите. Так, здесь санузел, короче, он большой. Там хранится инструмент. Сейчас туда не пойдем. И так все будет, в принципе, понятно. Две спальни. Смотрите, здесь раз, два, три, четыре. Сами выбирайте. Где у вас детская, где у вас кабинет, где у вас что. Две идентичные абсолютно спальни. Допустим, они детские. Они с выходом на балкон. Они с выходом на балкон. Балкон. В принципе, вы можете спокойно небольшой здесь поставить. Маленький столик. Попить кофейку, чеку там. Вот вам вид на море. Вот вам вид на башню Дендрарий. Вот вам вид на весь город, пожалуйста. Это со второго этажа, ребята. Это со второго этажа. Вторая спальня абсолютно идентичная. Вот вам тут тоже для... Извините, что трекущу. Вот для шкафа. Все то же самое. Вот во вторая спальня. Санузел, еще раз говорю, у нас здесь есть. Полноценный закрыли. С ванной. Вот, ребята, комната. С выходом. На задний двор. И здесь имейте в виду. Здесь как бы все время преимущественно тенек. Я не знаю, что. Но что-то здесь тоже можно придумать, облагородить. Однозначно здесь красиво. Плиточку туда-сюда, подсветочку. Что-то надо здесь придумать, сделать. По-любому. По-любому какую-то красоту навести. И еще одна спальня. То есть, четыре спальни. Здесь можно кабинет, например. Я не знаю. И третий этаж. Третий этаж. Все стены эти, ребята, двигаются. То есть, ребята, вас вели, еще раз говорю, по своему проекту. Но все эти стены туда-сюда двигаются. Проблем нет. Здесь то же самое. Раз, еще спальня. Еще спальня. С балкончиком. И вот, наверное, хозяйская спальня. Я бы так сказал. Потому что она, в принципе, такая достаточно просторная. С самым лучшим видом. И со своим санузлом. Вот, наверное, здесь бы я, здесь бы я, наверное, вот эту стеночку немножко отодвинул. Хотя здесь станет ванная. Станет. Но я знаю, как женщины любят большие пространства и большие ванны. Поэтому эту стенку я бы немножко отодвинул. И сделал бы здесь большую ванну. Понимаете? Хотя бы вот так частично бы отодвинул бы здесь. И там бы сделал ванну побольше. Или, как вариант, так как я, например, вообще очень люблю большие. Я бы вообще здесь сделал огромную ванну. Понимаете? Я тоже люблю большие ванны. Вот с выходом на балкон пускай она будет. Кстати, сейчас мы отсюда и выйдем. На две стороны света балкон, пожалуйста. Вот сюда смотрит. Шикарный. Нет, панорама шикарная, ничего не скажешь. А девочка тоже шикарная. Тут уже побольше, понимаете, да? Здесь уже и лежаки поместятся, и столик поместится, и стульчики. Здесь уже вообще шикардос. Подсветочка здесь вам туда-сюда. Ну, очень красиво. Здесь уже никаких... Прямо отсюда будете сигать в бассейн, когда все это красивенькое будет. Прямо отсюда будете прыгать. Смотрите, вот вам панорама, там летают все. На парашюте за катером вы наблюдаете, как бы кайфуете. В этом плане, как бы, все замечательно. Я имею в виду видовые характеристики. Частичное море есть, есть горы есть. Вот там Адлерские горы, я хочу вам сказать. И там снежные вершины. Видно в другое время года, когда там снег еще есть. Ну, в принципе, нормально, ребята, нормально. Пойдемте, откуда вышли, оттуда и зайдем. Позакрываем все двери, потому что все равно ребята работают. Не будем нарушать им порядок. С них же потом, если что, будут спрашивать. А мы тут, короче, накосячили. Ну, я очень обожаю вот эти панорамные окна в пол. Просто я обалдею. Я кайфую, мне всегда нравится. И я всегда приветствую, когда люди делают такие окна. Пойдемте еще раз вниз спустимся. Я покажу все-таки вам кухню-гостиную полноценно, потому что там строители забирали инструмент. Тут еще небольшое подлестничное пространство. Тоже можно его как-то занять однозначно. Вот, видите, уже закупили это на улице. Обогрев будет стоять, да? Поэтому, как бы, тоже красота будет, как бы, своя. Здесь все придомовую грамотно сделают. Все уже купили, все сделали. Ну, вот вам кухня-гостиная. Кухня-гостиная, да. Больше здесь ничего говорить не надо. Откатные, видите? Откатные окна. Все, раз, и сразу в бассейн занырнули. Дети перед глазами. Вы кушаете, кайфуете. Вид на горы. Слева море. Ну, все. Ребят, вы все поняли? В принципе, все понятно. Я поехал дальше. Всех вас обнял. Из того, что есть на рынке, за 50 миллионов на сегодняшний день, видовые дома, и, в принципе, просто дома. Это хороший хай-тековский монолитный дом. Реально. Поэтому имейте в виду просто, что такой дом есть. И даже два. Все, пока, ребята. Обнял, обнял. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова